Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам о тех долгожданных нововведениях, не побоюсь такого слова, инновациях, которые наконец-то пришли в нашу грибную аптеку Fungiline. Мы готовились к этому почти два года, и несмотря на то, что мы молоды, да, Fungiline это молодая фирма, но это хорошая молодость, это качественная молодость, потому что мы открыты для всех инноваций, для современных разработок, для всех достижений доказательной медицины, которые мы успешно применяем в нашей практике. В начале 2018 года я начал активно собирать и перерабатывать научную литературу, в первую очередь статьи из лицензируемых журналах о лабораторных исследованиях, которые связаны с лекарственными свойствами грибов. Результатом этой работы в конце 2019 года стала книга, которая называлась «Лекарственные грибы. Большая энциклопедия». Лично я просто поразился тому разнообразию полезных действий, которые лекарственные грибы могут оказать на различные заболевания и болезненные состояния человека. Но когда я решил посмотреть, какая реакция в нашей стране существует на лекарственные грибы, я понял, что как минимум официальной медициной фунготерапия совершенно не воспринимается. И в лучшем случае врачи при слове «фунготерапия» реагируют на это с ироничной ухмылкой. Мне это показалось чрезвычайно странным, потому что медицина Востока и Запада уже как минимум полтора десятилетия активно использует грибы как минимум как вторую линию поддержки или как так называемую комплементарную медицину. В России отношение к лекарственным грибам было с моей точки зрения более чем странное. Я подумал, вот я занимался долгое время обычными грибами, шляпки, ножки, где растут, как их есть. Выпустил больше 10 книг на эту тему и я безусловно видел, что те знания о грибах, которые я доношу до людей, срабатывают прекрасно и приносят огромную пользу. Увеличилось и число собираемых видов грибов. И рестораны, в том числе, благодаря моим консультациям, стали вводить в меню новые грибные блюда. И мы с женой пошли в лес и начали снимать лекарственные грибы, рассказывать о них. Так появился наш YouTube-канал. И сейчас на нем уже 200 тысяч подписчиков, которым я, безусловно, благодарен. Потому что из-за тех вопросов, которые они задавали о своих откликах, о грибах, они формировали мое представление о том, как же следует действовать дальше. Когда мы с крафтовых пакетиков перешли на баночки, а сначала это было домашнее производство в нашей лаборатории, мы заказали капсуляторы, разделяли капсулы пополам, мы расставляли в капсуляторе нижнюю часть капсул, заполняли их порошком, потом закрывали верхней частью и в эти самые первые примитивные баночки в желатиновых капсулах помещали. И предлагали через наш новый сайт Фунгелайн населению. Вдруг я начал получать огромное количество отзывов. Эти отзывы поразили меня. Оказалось, что огромное число заболеваний лечатся успешно нашей продукцией и более того, какие-то заболевания, которые люди не могли вылечить с помощью официальной медицины, оказались вполне терапевтируемыми нашими грибами. Тогда я погрузился в изучение темы еще глубже, хотя мне самому было довольно трудно представить. Вот сейчас, по сути, последние четыре года основное мое время уходит на анализ научной литературы, лабораторных исследований, клинических испытаний, связанных с лекарственными свойствами грибов. Сейчас грибы это такой новый супертренд, не только лекарственный, который захватывает весь земной шар. Я уже много говорил о третьей грибной волне и, пожалуй, поясню, а что это такое. Первая грибная волна была чисто пищевая, она случилась в начале прошлого столетия, когда все поняли, что грибы можно не только собирать, а выращивать, и они вкусные, полезные, и это хорошая пищевая история. Потом, в середине прошлого столетия, и в первую очередь эта история с антибиотиками, Вторая мировая война, пенициллин, люди поняли, что грибы это продуцент невероятно мощных лекарств нового типа. И, наконец, сейчас третья новая высокотехнологичная грибная волна, которая, вобрав в себя две предыдущие, показала, что грибы отвечают всем лучшим новым современным трендам, которые запрашиваются у новых материалов, новых продуктов, новыми потребителями. Мы завершили ребрендинг. Это видно пока еще не на всех продуктах нашей грибной аптеки, но мы уже наконец-то твердо встали на этот путь, и дальше будем ему неукоснительно следовать. Это можно увидеть и в малом. Например, мы перешли на растительные капсулы, которые и веганам, и вегетарианцам совершенно непротиворечивы для употребления, и таким образом мы ответили на достаточно широкий запрос наших потребителей. Я долго думал над тем, как уйти от аптечного облика нашей продукции и прийти к чему-то новому, современному, комбинированному, чтобы была понятна и лекарственная функция грибов, и природность всех компонентов, и, между тем, высокотехнологичность. Потому что грибы, однозначно, с моей точки зрения, это последняя надежда человечества, которая поможет ему не только оставаться здоровым, но и накормит, и оденет, и позволит создать новые высокотехнологичные продукты, очистит планету, и так далее, и так далее. Это, прошу прощения, тема отдельной лекции. И я стал думать, где взять этот новый логотип, как его изобразить, чтобы он сочетал и природность, всю эту неправильность, несимметричность, природа не любит симметрии, и, с другой стороны, технологичность. И грибы сами дали мне ответ. Вот, посмотрите, я люблю рисовать. И в какой-то момент я рисовал группу грибов. Вот этот рисунок, который положил начало, редизайну. Посмотрите вот на этот гриб, который вырос довольно странным. Его ножка идет и делает почти два поворота, и дальше выдает свою положенную шляпку. Я посмотрел на этот гриб и понял, вот она, вот это та самая буква F. И дальше, чтобы было понятнее, как шел ход мысли, посмотрите на эту картинку. Вот схематически изображенный этот гриб. На нем уже видно, что вот основа F, вертикальная составляющая, вот серединная палочка, шляпка эта, верхняя палочка F. И путем последовательных упрощений я пришел к этому интересному решению. И это стало основой нового логотипа. Вот теперь его можно увидеть, например, на нашей новой линейке Дейли. Наша новая линейка, ежедневная поддержка. Что в ней нового, интересного, и я бы даже сказал, уникального? Посмотрите. Во-первых, это смесь грибов и растительных экстрактов. Впервые мы предлагаем к применению такую смесь. Растительные экстракты, концентрированные растительные экстракты в сочетании с грибами представляют собой гораздо более эффективную матрицу, чем просто грибные препараты и растительные экстракты по отдельности. Мы разделили нашу продукцию на две совершенно естественные группы. Комплекс для мужчин и комплекс для женщин. В каждом случае с сочетанием определенных грибов и растений решаются вопросы с соответствием этих препаратов, особенностям и запросам мужского и женского организма. Смотрим дальше. У нас есть контроль-вскрытие. Это наш ответ на многочисленные запросы наших потребителей. Вот эта наклеенная сверху пленочка гарантирует, что вы первый человек, который открывает эту упаковку. Идем дальше. Отвечая на ваши запросы, каждый из продуктов мы разработали в трех типах. Помимо стандартных баночек, в которых 60 капсул содержится, мы сделали увеличенные упаковки. Это упаковки, баночки по 120 капсул. Итак, первый тип у нас 60 капсул, второй тип 120 капсул. И, наконец, наши знаменитые, всеми давно принятые и любимые двойные экстракты, которые, оставшись двойными экстрактами, стали безспиртовыми. Они теперь более концентрированы, более эффективны. И реально вообще не содержат спирта. Вот, посмотрите, в зависимости от своих потребностей, вы можете воспользоваться любым из типов предлагаемой упаковки. Идем дальше. Сама по себе упаковка. Ее просто приятно взять в руки. Я сейчас сам на самом деле наслаждаюсь, потому что в первый раз передо мной собрались все продукты, составляющие эту линейку. Коробка стала гораздо информативнее. Ну, не считая того, что ее просто приятно подержать в руках, да. Мы видим, какие грибы входят в состав. Эти грибы отличаются в случае мужской и женской поддержки. Здесь перечислены эффекты сразу наглядно, чтобы было понятно, да, какое действие в первую очередь оказывает этот комплекс. И самое главное, опять-таки, благодаря вашим запросам на сайт к нашим микотерапевтам постоянно приходят вопросы. А в каком возрасте, да, какие противопоказания, какая сочетаемость с лекарствами, с различными препаратами. Значит, вот одни и те же однотипные вопросы. Посмотрите, какая объемная инструкция. Здесь вы найдете, включая побочные действия, да, и прочие рекомендации, ответы на все ваши вопросы, плюс подробное описание перечисления используемых грибов и растений и подробное описание, какое именно воздействие они оказывают на ваш организм. Если вы регулярно, ежедневно употребляете поддержку, то вы решаете в первую очередь задачи профилактирования заболеваний. Это чрезвычайно важно. И в этом в том числе отражается подход новой интегративной медицины. Вылечить, да, классическая фарма, тут все понятно. У вас есть проблемы, и вы лечите ее каким-то препаратом. Но гораздо выгоднее и удобнее не заболеть, чем лечить заболевания. Ежедневная поддержка как раз призвана для того, чтобы послужить профилактикой и сделать вашу жизнь максимально продуктивной. Экономия времени, сочетание грибов и растительных экстрактов. Новый подход, базовость, универсальность, которая может быть развернута в любое требуемое вам направление в плане таргетированного воздействия на собственное здоровье. Вот что такое наша новая линейка, ежедневная поддержка. Но что мне больше всего нравится в этой банке, это вот этот вырубленный грибочек. Телеть его доставляет мне огромное удовольствие. Мы начинаем выпускать в новом виде наши старые линейки. В первую очередь, это наша флагманская линейка, связанная с микродозингами. Микродозинг красного мухомора, микродозинг пантерного мухомора и микродозинг из ДВГ. Есть новинка, это грибной шоколад. Наш новый продукт, который можно назвать смело функциональным питанием. Я расскажу вам об этом всём более подробно в следующих выпусках. Но нужно иметь в виду, что в течение этого года все наши линейки, как принятые вами старые, так и новые, выйдут именно в таком новом, удобном для вашего использования виде. Жить тем самым здоровым образом жизни, исповедовать ЗОЖ, это та ответственность, которую мы должны перестать возлагать на врачей и надеяться на них и на их стандартные лекарства. Это то, к чему должен прийти каждый, не обязательно молодой, но современно мыслящий человек. Редактор субтитров А.Семкин